Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается новая классификация конечностно-поясной мышечной дистрофии. Это группа прогрессирующих наследственных миопатий, при которых поражаются преимущественно мышцы тазового и плечевого пояса. Раньше эту форму миопатии называли миопатия Эрба-Рота в честь немецкого невролога Эрба и русского невролога Владимира Карловича Рота, которые описали это заболевание. Владимир Карлович Рот является учеником Кожевникова, организатора первого в мире неврологического отделения в Старо-Екатерининской больнице. Сейчас это Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского или сокращенно МАНИКИ. После окончания клинической ординатуры Владимир Карлович Рот был командирован за границу и в последующем он возглавлял отделение неврологии в Старо-Екатерининской больнице. За границей он обучился изучению гистологии мышц периферической нервной системы и описал поражение мышц у больных с мышечными атрофиями плечевого и тазового пояса с гиперлордозом и назвал это прогрессивная мышечная атрофия или мышечная сухотка и опубликовал монографию. И в последующем это заболевание в России называли миопатия эрборота. За рубежом данную форму миопатии называют конечностно-поясная мышечная дистрофия. И в 1995 году была принята классификация, которая является на данный момент устаревшей. По этой классификации конечностно-поясные мышечные дистрофии были разделены на две группы. Первая группа это аутосомно-доминантные и вторая аутосомно-рецессивная. К каждому подтипу присваивалась буква алфавита по мере открытия новой формы заболевания. Но затем буквы алфавита закончились. И поэтому в 2017 году состоялось рабочее совещание Европейского нервно-мышечного центра, на котором была принята новая классификация конечностно-поясной мышечной дистрофии. Конечностно-поясная мышечная дистрофия, согласно новому определению, это генетически унаследованное заболевание, которое в первую очередь поражает скелетные мышцы, что приводит к прогрессирующей преимущественно максимальной мышечной слабости, обусловленной утратой мышечных волокон. Для того, чтобы заболевание было включено в классификацию, нужно, чтобы оно было описано не менее, чем в двух неродственных семьях с пациентами, которые уже достигли возраста, когда пациент может ходить. У него должно быть повышение у активности креатинкиназа в крови и дегенеративные изменения в мышцах, которые выявляются с помощью магнитно-резонансной томографии и при гистологическом исследовании. Новая классификация подтипов конечностно-поясной мышечной дистрофии проводится по следующей формуле. Вначале пишется название, затем наследование, доминантное или рецессивное, затем указывается порядок обнаружения, порядок определения этой формы, то есть номер, и затем указывается белок, который поражается при этом заболевании. Новая классификация конечностно-поясной мышечной дистрофии включает 5 форм аутосомно-доминантного наследования и 24 формы с аутосомно-рецессивным наследованием. Название конечностно-поясных мышечных дистрофий, связанных с саркогликаном, обусловлено порядком открытия гена. Причины, по которым заболевания больше не считаются конечностно-поясной мышечной дистрофии, классификации выделены жирным шрифтом с курсивом и указывается причина их исключения. И на этом слайде представлено сравнение предыдущей классификации конечностно-поясной мышечной дистрофии и новой классификации. В настоящее время из классификации исключен 1А тип. Раньше эта форма относилась к этой группе заболеваний, теперь заболевание называется миофибриллярная миопатия, потому что при этом заболевании поражаются только дистальные мышцы. 1Б форма также исключена, теперь она называется мышечная дистрофия Эмери Дрейфусла, так же как мы раньше ее и называли. Связано это с высоким риском сердечной аритмии и особенностями фенотипа, контрактурами в локтевых суставах. 1С форма также исключена, потому что основным клиническим симптомом являются пульсирующие мышцы и боли в мышцах. Болезнь теперь называется болезнь пульсирующих мышц. 1Е тип тоже исключен и называется теперь миофибриллярная миопатия, так как изначально заболевание неправильно было включено в эту классификацию, так как слабость мышц дистальная. Также имеется кардиомиопатия. 1Х тип тоже не включен в новую классификацию, так как считается, что диагноз был не подтвержден. От 2G до 2O формы сохраняются и форма 2R исключена. Теперь она называется миофибриллярная миопатия или дистальная миопатия, потому как поражаются только дистальные мышцы. Форма 2V – болезнь помпы. Теперь уже известна причина заболевания, известны гистологические изменения, накопление гликогена в мышцах. И поэтому это уже самостоятельное заболевание. 2W тоже исключено заболевание, так как сообщение только в одной семье. Исключили также формы 2Х и 2Y, так как более чем в одной семье заболевание не было описано. Мышечная дистрофия дюшина и мышечная дистрофия бекера могут быть включены в новую классификацию, однако ее не включили, так как это особые заболевания. Встречается миопатия дюшина с высокой частотой у мальчика и является теперь самостоятельным заболеванием. Таким образом, мы предлагаем вам учитывать новую классификацию, которая в настоящее время принята за рубежом. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.